Домой в отпуск. Сегодня из-под Бариуполя возвратились на побывку 77 бойцов 55-й артиллерийской бригады. Вместе с родными и близкими военных встречала наша съемочная группа. Грузовики с личным составом дивизиона встречают жены, родные и близкие, просто патриотически настроенные запорожцы. Есть даже наш человек из Швейцарии, Ярослава, старается оттуда помочь родине. Собирает помощь армии, устраивает акции в поддержку Украины и рассказывает, что на самом деле здесь происходит. Задача диаспорян также гоняться в правительство, чтобы делали санкции, давить на них, капать и капать. А у нас очень мало в Швейцарии. У нас зарегистрированных людей 1017 человек, они проверены данными от 4 до 5 тысяч человек всего в Швейцарии. Но мы сотрудничаем с другими диаспорами. Поэтому мы вас всех любим. Перемоги вам. Слава Украине. Во время наступления войск под Новоазовском 55-й бригаде удалось на какое-то время остановить противника. Тем самым спасли много жизней солдаты мирных жителей. Дали бы приказ, разбомбили бы. Пацаны бы разорвали всех бы на клочьях. Сепаратисты, русские. Нам, не хочу выражаться грубо, вот, ну просто порвали бы их на клочьях. Не дают приказа. Дали бы приказ, вот так, прикладами бы забили бы, просто забили бы. Тут мы приехали, тут тишина, выстрела нет. Тихо, все спокойно. Все хорошо бы, да. Мы даже, не знаю, ну, вчера выстрел тоже стреляли мы. Не ярко, не воспоминали, ничего не хочется. Надо наслаждаться там, что сейчас дома. То все. Пусть там остается пока. Нормально все. Ну и новая семья у меня тоже есть еще одна. Братья Усколка. Там это просто остро чувствуется. А здесь, ну так, размыто. Ну, в принципе, да. Жизнь прекрасна. Стоит есть за что бороться. Вас запоминали российско-террористичное группование. Они вас запоминали, как боги войны. После построения командир ставит задачу подразделениям сдать оружие и боеприпасы, подготовить личный состав для отбытия в отпуск. Они на самом деле это заслужили.